Я приветствую любителей астрологии. Друзья, у нас новолуние 13 декабря 2023 года, произойдет в 2 часа 31 минуту по минскому времени, и буквально за секунду меняется время, вернее день, то есть будет новолуние в первый лунный день, а не в 29-й сатанинский, как обычно это происходит. Ну, в большинстве случаев, а это нам говорит о логическом завершении прошедшего лунного месяца. Друзья, все о лунных днях и о солнечных, рекомендациях, как правильно провести день, какие приметы могут сопутствовать, медицинские рекомендации, сновидения, какой рацион построить в определенный лунный день, вы можете отслеживать. Если подпишетесь на мой телеграм-канал, астролог Киселева, ссылка в описании видео. Ну, у нас новолуние, а новолуние – это соединение ночного и дневного светил луны и солнца. Именно эти два светила призваны надзирать за днем и ночью, как написано в авистийских текстах. И вот так как древние астрологи то, что находили в природе, всегда искали в подтверждении душе человека, так как люди и природа неотделимы. Так как луна освещает ночью нам дорогу, так и лунная астрология помогает найти дорогу, то есть осветить вот эту тьму, найти путь в Царствие Божие. Разобраться в непонятном, включить солнце, сознательность, всегда видеть светлые моменты и не поддаваться страхам. И тогда вы сами можете рациональным способом объяснить, казалось бы, что-то необъяснимое. Друзья, свет – это учение, не учение, тьма, и, конечно, проще не напрягать мозг, не разбираться самому, а сказать, ну, там, демоны, там, лешие, мне страшно другим не давать двигаться вперед, запугивая различными страшилками. И, знаете, сейчас очень много наблюдается запугивание в соцсетях, когда человек задает вопрос, чтобы разобраться в себе, а его начинают засыпать пугалками, что у него бесы, лярвы, крадники, порчи, естественно, его близких и так далее. И это смешно и горько осознавать, что в 21 веке люди пребывают во тьме и верят, что это кто-то, вот какое-то чужеродное, скажем, существо. А у нас у каждого есть темные негативные черты характера рода, негативные качества рода, даже грязь рода, а это и есть вот эти бесы. Вот это рациональное объяснение. А люди просто не верят в себя, не знают свою силу и не желают признавать свои негативные качества и вот применять эту силу в борьбе с этими внутренними бесами. Авестейская астрология методами, которыми я работаю, поможет вам себя познать, разобраться в себе и даже в своем роду разобраться до седьмого колена предков. В общем-то, откуда всегда идут проблемы. Ну вот это такое лирическое вступление. Луна – это наши эмоции и мировая астрология, коллективные бессознательные люди. А Солнце – это наш дух, это творческий заряд, мысль. И это в мировой астрологии лидер, харизматичный человек, мысли которого как-то вас трогают, трогают вашу душу. Вот его идеология жизни, она как-то вам родственно близка. И вот посмотрим, что новый лунный месяц нам высветит, какими эмоциями будем жить, какие энергии будут в течение месяца. Новолуние происходит в знаке Стрельца, стихии огня, что для Луны, конечно же, противоестественно. Эмоции могут переполнять, бурлить, кипеть. И они, конечно, больше подвержены сознательному, рациональному и логическому, то есть логическое будет больше превалировать. А Солнце в своей огненной стихии, да, еще здесь вот и Марс, тоже он в своей стихии. И как раз-таки он будет еще больше поддавать вот эту нетерпимость, больше поджигать на авантюризм, чтобы потешить свои амбиции и тщеславие. С одной стороны, это будет проигрываться, что кто-то будет добиваться справедливости, соблюдения буквы закона. А с другой стороны, кто-то будет доказывать свою точку зрения и не слышать совершенно объективного мнения. События могут выглядеть как соревнования или конкуренция с целью завоевать больше авторитет у людей. Уважение, почет, кому-то награды будут, а то и мировое признание. Конечно, месяц хорош для организации каких-то грандиозных проектов. Дело, ну, это больше прошлое что-то вот раньше организовывалось, сейчас надо уже заканчивать. Вы можете не видеть важных мелочей в своей жизни и не обращать внимания на проблемы других людей, считая их мелочью по сравнению с вашими важными делами. А для них это может быть грандиозная проблема. Градус новолуния, 21-е стрельца, его символ маг с тярой и жезлом, градус говорит о волшебном даре убеждения. И этот дар будет у людей науки, философии, политики, проповеднической деятельности, педагогов, ну, естественно, религиозных деятелей. И, конечно, вот если вы задумали в этом лунном месяце что-то грандиозное создать, то желательно не использовать других корыстных целей, не делать, не делать что-то нехорошее руками другого человека, очернить кого-то, чтобы свои амбиции воплотить, вот используя этот дар убеждений, если таковой у вас есть. Ну и предупреждение, что будьте осторожны, чтобы самому не попасть под влияние вот этих авторитетных людей, как в таком мировом масштабе всех этих проповедников, религиозных, политических, ну, вот лидеров, так и для вас лично какого-то авторитетного человека, которого вы уважаете внемлить его обещанием, что получите больше, чем ожидали. От Солнца и Луны, вот вы видите, идут кармические аспекты к Венере и Плутону, и получается такая конфигурация кармическая, аркан, а это показатель, что будет создаваться какое-то неудовлетворенное чувство в массах людей, ощущение петли на шее от всех вот сегодняшних событий. Может быть, даже от этих обещаний грандиозных или там каких-то вот этих организаций дел масштабных, но это чувство, что сдавливают петлю на шее у народа. Ну, также же и для каких-то лидеров это будет тоже таким ощущением. Это может быть установление законов, указов, приказов, санкций, которые будут держать на коротком поводке. То же самое, как людей, так и статусных людей и в высших эшелонах власти. Вообще, в течение месяца вот будет это ощущение безвыходной ситуации. Диспозитор новолуния Юпитер в Тельце, конечно же, эти желания будут вполне земные, материальные, но эти желания ухватить, опять же, шпирога побольше. В лучшем, если сработает белая луна, которая в соединении с Юпитером, вот либо вы проявитесь для кого-то благодетелем, покровителем, меценатом, а может быть, вам помогут. Ну, это тоже самое касается и стран, что кто-то из... Какие-то страны будут вот этими благотворителями, а кому-то надо помочь. И вот тригон от Юпитера с белой луной к чёрной луне в Деве. Если вы, благотворитель, не ждите от людей благодарности за свой широкий жест. Вот отпустите, сделали и сделали. Если же вам помогли, вот здесь могут ожидать от вас какого-то ответа. Но это будет с нарушением морально-этических критериев, то есть где-то надо будет приступить к закону или поступиться с совестью. Чёрная луна в Деве, как говорит Павел Павлович Глоба. Дьявол кроется в мелочах, поэтому разбирайте эти мелочи, думайте, чтобы не попасть в более масштабные проблемы. Юпитер у нас ретроградный. Опять повторюсь, что лучше заканчивать, что ранее организовывали вот эти какие-то масштабные дела, какие-то походы по государственным инстанциям. Это может быть судебная тяжба и вот сбор документов для суда, опять же на наследство, может быть, покупку-продажу. Это может ещё тоже как бы вот очень затянуться. Будет уже вот, ну, это надо закончить, перетерпеть какие-то моменты, но это уже надо заканчивать. Это могут быть даже бытовые или военные конфликты, разделы имущества, территории или власти. И это как в своей семье, так и на мировом уровне. Проигрывается, что бытовые проблемы вырастают в какие-то военные, в общем-то, конфликты между родственниками, а военные конфликты в мире переходят уже в привычную бытовую историю. Солнце, Луна и Марс в Стрельце. Это широта взглядов, вот, чтобы, ну, приобрести или что-то приобрести грандиозное, или амбиции свою довлетать, потешить своё тщеславие. Это широта души или душа нараспашку, кому-то помочь или отблагодарить за помощь щедро, делать широкие жесты. Но всё это старайтесь делать, чтобы не навредить другим. Желание путешествовать или эмигрировать может отложиться на неопределённое время. Юпитер в Стрельце в градусе изгнания Марса, поэтому... А Марс у нас в Стрельце, то есть хочется быстро выехать за границу, но не торопитесь. Что-то вас будет удерживать, и поэтому вот как раз-таки не возмущайтесь, не скандальте ни с кем, то есть не пробивайте лбом стены. Вот Венера у нас находится в Скорпионе, в изгнании и в кармическом аспекте. То есть это и есть тот показатель, что не всё будет нравиться, что происходит. Вот отношения могут портиться, подарки не те, что хотели. Материальная сторона не будет полностью удовлетворять. Ну вот как раз вот эти какие-то желания свои грандиозные, в том числе и выехать, могут как раз-таки экономические проблемы в стране не радовать, большие растраты за малые потребительские, нужно наблюдаться. То есть вот постарайтесь в этот лунный месяц ещё и не влезать в долги и кредиты, потому что потом будет сложно отдавать. А если вы судите кому-то денег, значит, не ожидайте быстрой отдачи долгов. Людям будет трудно справиться материально, и, конечно же, вот здесь тоже могут портиться отношения между людьми и даже и близкими, и дорогими людьми. Смотрите более шире на мир. Выход есть. И да, может, сейчас вам это и не нужно, что вы желаете приобрести. Надо отказаться вот ради чего-то большего. В будущем вспоминаем вот аркан. Белая луна в градусе экзальтации луны. Сама белая луна, она тоже считается в экзальтации цельце. То есть новолуние в стрельце рекомендует нам проявлять светлые качества своей души, заботу и понимание по отношению к людям, к их проблемам. А я вам желаю плодотворного месяца и добра. Спасибо за внимание.